Только что на наших глазах подвесили вот эту фугасную авиабомбу на бомбардировщик Су-34. Самые важные, ответственные и сложные цели достаются именно этому бомбардировщику и днём, и ночью. Это совершенно новая машина, отличается прежде всего ещё высокой манёвренностью. Не случайно в экипажах этих бомбардировщиков очень много пилотов, которые летали на истребителях. Здесь совмещаются, в принципе, две машины и истребителя, и бомбардировщика. А всего на эту машину можно подвесить примерно 12 вот таких фугасных авиабомб. На аэродроме всё крутится вокруг лётчиков. Они здесь боги войны. Это идёт дежурная смена. В любой момент экипаж готов к незапланированному взлёту. В небе над Сирией тесно. Наши лётчики не раз встречались со своими коллегами в воздухе. А есть же ещё беспилотники, которые для лётчиков, как мотоциклисты для водителей машин. Вот кадры, снятые российским пилотом из кабины во время боевого вылета. На них дрон, подобный тем, которые стоят на вооружении ВВС США, летит в опасной близости от нашего самолёта. Между прочим, разрешение на запуск беспилотников на территории Сирии у правительства этой страны получила только Москва. Наше министерство обороны добилось подписания российско-американского меморандума о предотвращении воздушных инцидентов. Пентагон начинал вести эти переговоры в своём стиле, то есть посматривая на российских боевых лётчиков свысока.